Столичным театрам вновь разрешили играть спектакли на публике. Правда, большинство встречу со зрителем решили отложить до осени и посвятить август репетициям. Тем более, что творческий процесс переорганизован совсем по-новому. И в репертуар приходится вносить изменения. Всё изучила наша Полина Ермолаева. Театр наций готовит премьеру, актуальная. В сезоне 2020 мольеровское название «Лекарь по неволе». Так, это я из больных! Зрители должны быть с масками. Есть ограничения в рассадке мест. 50% пока нам разрешено продавать. Худрук Миронов к зрителям уже вернулся. Вместе с Елизаветой Боярской читал Онегина, подчиняясь дирижерской палочке Юрия Башмета. Он молча поклонился ей. Культурная жизнь выходит на пленэр. Эстафету Херсонеса подхватывает подмосковный клин. Стулья расставили пошире зрителей на фестивале Чайковского. В этом году в два раза меньше. Звуки музыки, впрочем, слышны и на аллеях усадебного парка. Большая сцена-портер, ограниченный только ландшафтом. Все эти радости летнего фестивального сезона скоро закончатся. И зрители, артисты вернутся в театральные залы. Это будет жизнь в искусстве. По строгим рекомендациям Роспотребнадзора. Билеты, онлайн, дезинфекция, бинокли, безопасный буфет. Но есть в партитуре Роспотребнадзора и творческие ноты. Оркестрам надлежит отодвинуть дирижера. Рекомендованное расстояние между группами струнных полтора метра. Духовые расходятся аж на два. Правда, только на репетициях выступать можно по старинке. На расстоянии друг от друга музыканты должны находиться. Ну и что, и такое бывало. Анектотичные есть другие пожелания. Например, ударники не могут передавать палочки друг другу. В театре на Таганке репетируют новые рукопожатия. У нас массовые сцены не такие массовые. Поэтому мы сейчас начинаем репертуар со спектаклей, где нету больше 8-10 человек. Сложнее музыкальным театром. В пустом геликоне слышны только звуки пылесоса. Худрук Бертман корректирует репертуар, отдавая предпочтение камерным спектаклям. Оперные театры ждут от Роспотребнадзора уточнений. Массовые сцены предложено исключить. Но как считать артистов на квадратный метр? Опера – это искусство, в котором постоянно находится хор. Я готов к сокращениям оправдать, чтобы Ромео не целовался с Джульеттой. Я не знаю, я готов на какие-то вещи придумывать, но чтобы это состоялось. Сложно, конечно, представить травиату без застольного хора. А как танцевать густонаселённую Велисами Жизель? С точки зрения искусства, могу вам сказать, что это полная ерунда. Я не понимаю, как можно работать без кордебалета или с кордебалетом на дистанции полтора метра. И всё же театры возвращаются к привычной жизни. Снова вместе артисты малого. Ювелийный сезон обещает сразу четыре премьеры и регулярные тесты на коронавирус. Не работать мы не имеем права. Почему? Точно так же, как спорт. Если спорт каждый день не занимается человек, никакого чемпиона не будет. Мы же игроки, мы не можем не играть. А вот так начинается ленком. На входе установили кабинки для дезинфекции. Одних только чистых помыслов для входа в театр уже недостаточно. Полина Ермолаева, Андрей Ражев, Александр Макридин и Анастасия Полукеева. Продолжение следует...